Девушки отдыхают Но были те, чьи сильнейшие качества не вызывали восхищения. Например, кузнец Зависть. Он был хорошим мастером, но всегда испытывал горечь, не имея того, что есть у других. А еще в той деревне жили муж с женой и звали их Честь и Нежность. Честь работал в лесу вместе со своим другом Добротой. Они оба были сильными, высокими и красивыми. Нежность плела чудесные платки и шали. Ее великолепные изделия полюбились всем жителям деревни, а бывало, что с просьбами к ней обращались даже знатные жители станицы. Однажды Нежность родила трех мальчиков с кудрями яркого каштанового цвета. Конечно, поначалу у них не было имен. Они должны были получить их, когда придет время. Пока что все звали их 1, 2 и 3. Прошло 4 года, и у мальчишек начал проявляться характер. Только вот их черты были далеки от добродетели. Честь и нежность стало не по себе, но они решили, что все дело в возрасте и нужно просто еще немного подождать. Но чем дольше они ждали, тем очевиднее все становилось. Когда мальчикам исполнилось 6 лет, родители тяжело вздохнули, немного поплакали и дали им имена. Номер 3 был пугливым, но боялся это показать, поэтому ему нравилось пугать других. Другие дети держались от него подальше и вздрагивали при его появлении. Его назвали страх. Номер 2 любил помогать другим, но никогда ничего не делал бесплатно. Он считал, что каждый хороший поступок требует оплаты. Ему дали имя «жадность». Номер 1 не был ни жестоким, ни добрым, ни жадным, ни щедрым. Он делал все, что говорили родители, но никогда ни к чему не проявлял интерес. Однажды он увидел, что в заборе застряла лесная зверушка, но только посмотрел на нее и отвернулся. Но больше всего ужасала его манера общения. Любой, кто говорил с ним хоть секунду, терял уверенность в себе. Если разговор длился дольше, люди замыкались в себе на несколько дней или даже недель. Родители печально вздохнули и назвали сына «пустота». Так они и жили. Честь и нежность их сыновья. Пустота, жадность и страх. Каждый раз, слыша о поступках сыновей, нежность лила слезы. Ее глаза покраснели и опухли. Когда-то яркие локоны постепенно посидели и поблекли, несмотря на молодость. Лицо чести стало похожим на камень. Гордая улыбка, раньше часто мелькавшая на его лице, ушла навсегда. Прошел еще год. И однажды честь подошел к предыдущей у окна жене. Он сел рядом с ней и начал говорить о том, что уже давно тяжелым грузом лежала на душе. Нежность заплакала, но согласно кивнула. Она думала о том же, хотя материнское сердце разрывалось на части. Так они и сидели рядом, рука в руке, пока не настал час. Тогда они вошли к спящим детям, поцеловали их в лоб. И честь вышел, потому что нежность хотела сделать все сама. Нежность ласково разбудила детей, велев им одеваться и взять с собой пару мелочей, одновременно украдкой положив им в мешки еду. Братьям стало не по себе. На улице было темно, все еще спали. Что такого произошло, если это не могло подождать до утра? Страх испугался и согласился пойти, только когда мама дала ему гарпун. Жадность отказался и шаг вступить, пока мама не дала ему два медика. И только пустота вяло собрал свои пожитки и вышел во дву. Нежность, держа фонарь в руке, вела сыновей тропой лесника. На краю леса она остановилась, обернулась и строго сказала сыновьям следовать за ней и никуда не сворачивать, иначе они заблудятся. Дети кивнули и последовали за матерью. Шли они долго, следуя по лабиринту из тропинок. Как бы они ни пытались, дорогу запомнить не удавалось. Но нежность шла уверенно, как будто знала путь. Наконец они вышли на лесную поляну, и в этот момент в небе взошла луна, освещая все серебристым светом. Братья подняли голову, чтобы на нее взглянуть, а когда снова посмотрели вниз, матери нигде не было. Страх испугался и начал в слезах звать маму, но в ответ не раздалось ни звука. Жадность начал кричать. Он не мог понять, как мать могла оставить его, не дав ничего взамену. Пустота просто бессмысленно глядел вперед, блуждая в собственных мыслях. Братья все стояли на поляне, не в силах вспомнить путь обратно. Они решили поспать до утра. На рассвете они встали и придумали план. На дереве рядом с поляной с помощью гарпуна страх оставил царапину, и они двинулись по тропинке вперед, делая такие же метки по пути, чтобы не потеряться. Но чем дольше они шли сквозь лес, тем сильнее темнело вокруг. В итоге они вернулись туда же, откуда они ушли несколько часов назад. Тогда они осознали, что их бросили в лесу без шанса выбраться. Прошло 12 лет. За это время у нежности и чести родилось три дочери. Временами они все еще оплакивали своих потерянных сыновей, но очень любили дочерей шалость, справедливость и мудрость. В пятером они жили, не зная горя, и казалось, что в деревне царит спокойствие. Но однажды в глубине леса начали происходить странные вещи. Все, кто туда заходил, слышали леденящие кровь звуки, похожие на рычание зверя или скрежет когтей по коре. Любой, кто осмеливался туда зайти, терял драгоценности. У одного украли серебряную ложку, у другого с шеи пропал медальон. Вскоре из леса начали возвращаться люди, которые были немного не в себе. После трехдневного отсутствия они ни с кем не говорили, ничего не ели и не пили, и просто молчали. Когда добрые жители деревни больше не могли мириться с этим, они отправились за помощью к чести и нежности. Они умоляли их разобраться с проблемой, потому что знали, чьи это были проделки. Честь помрачнел, а нежность побледнела. Что они могли сделать? Неожиданно три дочери встали и сказали, «Мы отправимся в лес». Родители пытались их остановить, но девочки быстро собрали нужные вещи, попрощались с матерью и отцом и ушли, пообещав скоро вернуться. Войдя в лес, сестры услышали скрежет и рычание. Мудрость затряслась, но шалость только рассмеялась, достала из сумки карман и нож и царапнула ближайшее дерево. Звук в точности отражал тот, что шел из глубины леса. Неожиданно он прекратился, но потом послышался снова, еще громче и ближе. Шалость снова хихикнула и начала царапать ножом кору, повторяя шум. Наконец, устав от игры, из леса вышел страх. Теперь он вырос, его волосы были спутаны, а глаза горели. Он взревел и взмахнул гарпуном, но шалость снова рассмеялась, прыгнула к нему и начала его щекотать. Как страх не пытался ее стряхнуть, шалость победила. Он упал на землю и рассмеялся вместе с ней. И вот они поднялись, взялись за руки и вышли из леса. Справедливость и мудрость обняли сестру на прощание и отправились дальше. Вскоре у них начали пропадать вещи. Сначала они заметили пропажу колец, которые мама подарила им вместе с именами. Затем были потеряны бусы и сережки. Мудрость нахмурилась, но ничего не сказала. Справедливость же сняла оставшиеся украшения, вытащила кошелек с пятью монетами и с улыбкой сложила все на землю. Тут из-за деревьев показался жадность, сверкая безумными глазами. Он нагнулся, чтобы подобрать драгоценности, сгреб их и взглянул на сестру. Она все еще стояла и улыбалась, но теперь развела руки в стороны, как будто собиралась его обнять. Жадность смутился, а потом заплакал. Он сразу же вернул сестрам украшение. Справедливость мягко взяла брата за руку и увела его с собой. Мудрость же пошла еще дальше вглубь леса. Она шла и шла, лес становился все темнее, а тропинка уже. Но мудрость не заблудилась. Наконец она вышла на поляну, где стояла маленькая ветхая хижина. Мудрость открыла дверь и увидела сидящего за столом пустоту. Он был непонятным. Характер в нем выдавали только глаза, огромные и черные. Они смотрели на мудрость и не видели ее. Старшая сестра подошла к старшему брату, села напротив него и начала разговор. Беседа получилась размеренной. Они никуда не спешили. Пустота говорила о человеческих пороках. Мудрость называла добродетели, сияющие во тьме. Пустота твердила бездонном океане печали и отчаяния, в котором многие утонули. Мудрость напомнила ему о крупицах радости и тепла, которые довелось испытать каждому. Они говорили «три дня и три ночи». Чем сильнее брат старался убить в сестре Веру, тем сильнее становилась она сама. Наконец его терпение лопнуло. Он вскочил, перевернул стол и накричал на мудрость. Она же только улыбнулась и протянула ему руку. «Видишь, ты не настолько пуст, как тебе казалось». Пустота был потрясен. Он стоял и смотрел то на свои дрожащие руки, то на мудрость, а затем взял ее руку в свою. Так они и отправились домой. Брат и сестра. Рука в руке. Брат и сестра. Продолжение следует...